Всем привет! Сегодня будет видео в старом формате, в том, который всем вам так полюбился, но мы немножко сменим саму идею. Итак, урок будет более кратким, и он будет посвящен одной единственной проблеме, которую я часто должен решать со своими учениками. То есть это та ошибка, которую делают практически все начинающие, часто даже продолжающие изучать немецкий язык. С помощью сегодняшнего ролика, путем многократного просмотра и повторения за мной, вы сможете эту проблему решить навсегда. Ну, плюс, как всегда, подучить другие темы грамматические, кроме основной, и выучить пару новых слов или повторить старые. Поехали! Итак, эта тема – это множественное число, дательный падеж, окончание артикля и, соответственно, самого слова. Сначала короткое объяснение. Ich zeige dem Ausländer die Stadt. Я показываю иностранцу мужской род дательный падеж. Город. Ich zeige den Ausländern die Stadt. Я показываю иностранцам город. То есть во множественном числе, в дательном падеже, иностранцы, die Ausländer, превращается den Ausländern. Den Ausländern. И вот эту n-ку почти все всегда забывают говорить. Это классическая ошибка, всегда и для всех, как я уже говорил. Что нужно делать? Опять же, мы должны учить не само правило, что в дательном падеже, ко всем словам во множественном числе, добавляется n-ка. Мы должны чувствовать это, мы должны приучить наш речевой аппарат произносить это правильно, не задумываясь. И если вы будете повторять за мной, внимательно, сконцентрировано, именно на этом моменте концентрируясь, то 100% через несколько сотен повторений проблема будет решена. Итак, все как всегда. Я читаю предложения, оставляю паузу для вас, чтобы вы могли повторить. Потом переделываю предложения во множественное число. И потом даю перевод. Если у вас есть любые вопросы, оставляйте их в комментариях, я всегда на них отвечаю. То есть вы уже поняли, здесь у нас дано, она дарит ребенку игрушку, мы должны сказать, она дарит детям. И помимо того, что мы переделываем слово das kind во множественное de kinder, мы все это ставим в дательный падеж. Ребенку den kind, детям den kindern. В первом закрепленном комментарии, а также в инфобоксе, я оставлю урок грамматический, который объясняет подробно эту тему. Кто еще не видел или может кто-то хочет повторить сегодня, просто слушаем, повторяем и закрепляем вот именно эту n-ку. Он протягивает гостям руку. Кстати, как определяется само множественное число? Почему, допустим, das kind, die kinder, der gast, die gäste? Я также подробно объясняю в отдельном уроке, и ссылка будет там же, внизу. Учител дает ученикам текст. Отец обещает сыновьям более высокие карманные деньги. Мы повстречали соседку на улице, но на самом деле begegnen, и об этом я говорил в предыдущем уроке такого формата, требует дать вам. Да, и поэтому, по сути, немцы говорят, мы повстречались соседке на улице. Во множественном числе. Wer sind den Nachbarinnen auf der Straße begegnet? Мы повстречались с соседком на улице. Гост благодарит принимающую сторону. И здесь два момента. Во-первых, в русском мы благодарим кого-то, а в немецком мы благодарим кому-то. То есть, по сути, говорим спасибо кому дать. Во-вторых, слово гостгеба, прямого перевода на русский нет, это принимающая сторона, то есть тот, кто принимает гостя. Этот мотоцикл нравится молодежи. И здесь у нас само слово, получается, не меняется, и мы только по артиклю можем понять, это единственное число, то есть молодому парню какому-то. Или, кстати, девушке, это такое универсальное. Молодому человеку. Человек может быть и мальчик, и девочка. Либо молодежи во множественном числе. Почему здесь вот это N добавлено? Потому что это N-deklination. Или в русском преподавании чаще это называют слабое склонение. По этой теме также есть отдельный урок, если вы его не видели. Урок 37 на этом канале. Нет, 36 на этом канале. Можете просто спросить в комментариях, я скину вам ссылку. Либо найти в плейлисте «Вся грамматика немецкого языка». Мы помогаем коллегам. А вот в первом случае было написано «коллеге» в единственном числе. И опять тот же самый случай. Это N-ка, потому что это N-deklination. Эти книги принадлежат учителям. Я поздравляю победителей. И опять же несовпадение с русским языком в плане управления. У нас «поздравляю кого?» Немцы поздравляют кому-то. Об этой теме и «gratulieren», и «danken», и «begegnen» я рассказываю в отдельном ролике. Если интересно, спрашивайте в комментариях. Публика слушает говорящих. Спикеров можно перевести. И «hören» это «слышать», а «zuhören» это «слушать». То есть разница есть. «Ich höre dich», я тебя слышу. «Ich höre dir zu», я тебя слушаю. Она дает растениям ежедневно воду. По сути, она поливает растения. Сильный дождь вредит розам. Мы следим за артистами или смотрим на артистов. Абсолютно такая же разница. «Wer sehen die artysten?» Мы видим артистов. «Wer sehen den artysten zu?» Мы смотрим на артистов. Либо просто видим, либо смотрим на кого-то. «Ich wünsche dem Geburtstagskind viel Glück!» «Ich wünsche den Geburtstagskindern viel Glück!» «Я желаю именинникам много счастья!» «Der arzt verschreibt den пациентen медикаменты». «Der arzt verschreibt den пациентen медикаменты». Врач выписывает пациентам медикаменты. И опять же, тот же самый случай. Поэтому единственное число в датеве и множественное число. Само слово совпадает. И только по артиклю мы можем понять разницу. «Die Krankenschвестер gibt den пациентеннен Tabлеттен». «Митцестра дает пациенткам Tabлетки». «Der архитект händigt dem ehepaaren die Schlüssel aus». «Der архитект händigt den ehepaaren die Schlüssel aus». «Architektor вручает семейным парам ключи». Кстати, интересный момент, опять же, «schlüssel» и в единственном числе. И во множественном совпадают. «Dria schlüssel, die Schlüssel». Только по артиклю мы можем понять, в чём разница. И «aus händigen», отделяемая приставка, по которой, разумеется, есть отдельный урок на канале. «Aus händigen» отличается, например, от «geben» какой-то торжественностью. Просто, опять же, для расширения словарного запаса. И на этом на сегодня всё. Это был короткий, но очень полезный урок. Если, повторюсь, любые вопросы есть, спрашиваем в комментариях. И обязательно напишите, понравились ли вам такие уроки, когда будет более кратко, зато я смогу их выпускать более часто, посвящённые конкретно одной теме. И я вам обещаю, если вы будете пересматривать, переслушивать, и самое главное, повторять за мной, артикулируя и акцентируя внимание именно на том моменте, который мы сейчас закрепляем, вы обязательно в свободной речи, не задумываясь, начнёте говорить правильно. Спасибо за просмотр. Ставим лайк. И пока. Субтитры подогнал «Симон»